Всем привет! У меня в гостях снова уже известный вам эксперт по систематизации бизнеса Кирилл Куницкий. Добрый день, Кирилл! Привет! Здравствуйте! У нас новая новость для вас. Дело в том, что если мы в прошлый раз говорили, что кризис почистил рынок, то сейчас у нас ноу-хау – рынок губит рынок. Ну вот я вкратце скажу, что у нас в Астане столько ресторанов, что мне кажется, они просто друг друга губят. Тем самым открывают новые рестораны. Практически в каждом жилом комплексе есть новый общепит. И такая же ситуация происходит с салонами красоты. Что это? Это называется насыщение рынка. То есть в любом бизнесе рано или поздно происходит такое явление, когда в какой-то момент запускается такая караоке-активность, я это называю. Когда одна песня становится популярной, имеет успех, и все начинают ее перепевать. И вот, собственно, получается тенденция, когда кто-то, увидев успех одного бизнеса, считает, что в этом бизнесе есть перспектива, начинает открывать такой же бизнес, при этом эта мысль приходит в голову одновременно 20-30 людям. Деньги где-то находятся, они открывают этот бизнес, и происходит перенасыщение рынка. И в условиях отсутствия явной конкурентной стратегии, то есть собственник бизнеса, открывая этот бизнес, он не задается вопросом, а почему клиенты пойдут именно ко мне, то есть не проводится анализ рынка, не проводится анализ конкурентов. И в итоге получается такой эффект, когда просто компания открылась, и понимает, что она одна из сотни таких же компаний. Вот, собственно. А как залезть в голову клиенту и понять, чего же он хочет, да? Может быть, он хочет ходить в ресторан, хочет ходить в салон красоты? Но как понять, что ему нужно? Ну, в первую очередь, всегда заходя в любой бизнес, если, там, например, я не являюсь экспертом в этом бизнесе, я хочу открыть компанию в этой сфере, первое, что необходимо сделать, это провести анализ, и первая точка анализа, это даже не исследование клиентов, это переобщаться с большим количеством игроков рынка. То есть мне нужно узнать, кто уже, найти выход на людей, которые являются уже собственниками этих компаний, и под любым предлогом, под любым, как бы, любым способом, там, дружеское общение или просто где-то помощь, консультация, узнать, какая ситуация обстоит в этом рынке. То есть потому что кто лучше всех знает ситуацию на рынке, текущие игроки рынка, своих клиентов, тенденции, тренды, при этом не опираться никогда на точку одного человека, а пообщаться с большим количеством игроков. Это первый шаг. Соответственно, дальше я должен, открывая любой бизнес, я должен очень хорошо понять психологию самого клиента. И здесь вот очень сложно, ну, здесь чаще всего не получится просто пообщаться с клиентом, поймать человека на улице, спросить, как тебе вообще рестораны нравятся, не нравятся, много их, мало. Какие рестораны ты бы хотел ходить? Да, какие бы рестораны ты хотел ходить, потому что клиент этого на самом деле не знает. То есть Стив Джобс говорил, что клиент не знает, какой продукт он хочет. Мы ему говорим, какой продукт мы создадим. Поэтому здесь чаще всего нужно просто самому хорошо понять психологию клиента. То есть поэтому чаще всего успеха достигают те люди, которые в бизнесе, которые сами являлись потребителем аналогичных услуг длительное время, и видели проблемы, видели, что нет этого фактора, этого фактора. То есть если я сам являюсь потребителем аналогичных услуг, я могу разбираться в продукте. Если я не работал в этом бизнесе, сам не потреблял такие услуги, то мне будет очень сложно достичь успеха в этом бизнесе сходу, потому что нет опыта. То есть сначала нужно нуждаться самому в этом продукте в том идеальном варианте, в котором мне бы хотелось его получить. Если никто мне его на рынке не предлагает, тогда ему просто его самой создать. Это один из способов создания бизнеса. То есть не всегда он создается именно таким образом, но это один из способов прихода в бизнес, когда я не получаю определенного качества услуг, и я сам создаю эту услугу. При условии, что тут очень важно не ошибиться, потому что это всего лишь моя гипотеза. Я могу считать, например, я могу считать, что мне важно, чтобы был там, например, ресторан с какой-то открытой кухней, например. Я хочу ресторан с открытой кухней. Но это может быть исключительно моя потребность. Поэтому здесь уже, если я являюсь потребителем конкретной услуги, и мне хочется, например, попасть в ресторан с открытой кухней, я должен все-таки пообщаться уже тогда и с другими людьми, увидеть, что действительно есть потребность, например, в таком ресторане. И тогда я, конечно, могу идти в этот рынок. При таком раскладе, мне кажется, выигрывает в первую очередь, конечно, потребитель, потому что, когда весь город просто заполнен ресторанами, ты знаешь, куда тебе пойти. Единственное, что я все-таки всегда предпочитаю ходить в те рестораны, где всегда есть люди, потому что, мне кажется, там, где есть жизнь, там есть свежие продукты. Естественно. Есть обмен, обмен, как говорится, сырья на кухне, соответственно, это позволяет постоянно иметь свежие продукты. Согласен абсолютно. Но вот я, относительно ресторанов, я могу привести такую аналогию, что самое главное, очень важно создать вот этот позитивный эмоциональный отпечаток в голове у клиента, чтобы когда клиент однажды пришел в ресторан, чтобы этот ресторан у него оставил очень яркий эмоциональный отпечаток. Например, я когда путешествую в разных городах, я часто приезжаю в город и беру TripAdvisor, это приложение для соцзывами туристов, и смотрю, какой ресторан является самым популярным. Прямо вот ищу номер один, и специально иду в него. Мне интересно посмотреть, какое самое популярное заведение. И вот я заметил, что у многих заведений с самой большой популярностью в разных городах, у них, если мы говорим о ресторанах, есть там несколько позитивных отличий, таких конструктивных отличий. И в первую очередь, это далеко не интерьер, и это, кстати, далеко не всегда кухня. То есть кухня может быть, ну, просто вкусный, хороший интерьер, может быть весьма простым. Но всегда там будут две вещи. Всегда там будет хороший сервис, очень хороший, очень клиент-ориентированный, такой приятный. То есть ты приходишь в ресторан, тебя окутывают вниманием, и этот сервис качественно отличается от того, что чаще всего, там, я, например, видел в ресторане. И второе, они всегда, они делают системы, включают в систему своего обслуживания превышение ожиданий клиента. То есть клиент всегда будет получать несколько больше, то есть чем он ожидает. И вот эти мелочи, это при условии, что ресторан обеспечивает какие-то стандарты ожидания, стандартные ожидания клиента, и он стабильно превышает ожидания, то это может стать очень таким ярким конкурентным отличием. То есть, получается, успех в бизнесе зависит от тех эмоций, которые я дала своему клиенту. Особенно в B2C, если мы работаем с индивидуальными клиентами, роль эмоций очень большая. Потому что если мы работаем в B2B, там, например, мы поставляем трубы для строительных компаний. Конечно, там не про эмоции. Там будет сухой бизнес, там сухой расчет. Но если мы работаем с индивидуальными клиентами, то да, уровень эмоций, он играет большую роль. То есть, управляя эмоциональностью, эмоциональным состоянием клиента, мы управляем лояльностью этого клиента к нам. Кирилл, я думаю, наверняка к вам очень часто обращаются люди, которые говорят, Кирилл, у меня есть деньги, у меня есть там недвижимость, я хочу открыть бизнес, но не знаю какой, помоги. Очень важно понимать, что наличие недвижимости, это единственная прямая возможность успеха в бизнесе владельца недвижимости, это сдача недвижимости в аренду. Потому что, если владелец говорит, у меня есть недвижимость, и я хочу открыть, неважно, ресторан, гостиницу, что-либо еще, просто потому, что у меня есть недвижимость, это очень опасный шаг, потому что человек не исходит из того, например, какое было бы оптимальное место, для ресторана. Вот если представить себе, что у него нету недвижимости, он задается вопросом открытия ресторана, и тогда он бы, не имея недвижимости, он бы анализировал город, он смотрел бы, а в каком районе действительно там есть потребность в ресторане. А если у человека просто вот есть недвижимость, и он исходит из необходимости как-то пристроить эту недвижимость, то это большой риск. То есть намного проще такому человеку просто сдать ее в аренду и отдельно искать место под ресторан. Либо же, если действительно это место является наилучшим, Тогда, конечно, можно открыть его здесь. Просто бизнес, владение, управление недвижимостью и рестораны бизнеса – это два разных бизнеса. Бывает, они совпадают, когда собственник в своем помещении открывает ресторан, но в принципе они могут быть и различные. Поэтому надо понимать, что здесь мы говорим о двух бизнесах, которые мы наслаиваем в один. Кирилл, вы как эксперт в бизнесе, посоветуйте, пожалуйста, нашим зрителям, какая сфера еще не задействована. То есть, может быть, есть бизнес будущего, куда стоит вложить деньги и на чем уже сейчас стоит трудиться и работать. Я могу сказать, что в каждом рынке ситуация постоянно меняется. Нельзя сказать, что, допустим, та ситуация, которая есть сейчас, она сохранится завтра. Например, приведу пример. Сейчас в Казахстане, если мы берем Казахстан, очень большой тренд, но это не совсем немножко другая плоскость, если мы сравним с салонами красоты и ресторанами. Но, например, очень большой потенциал развития сельского хозяйства. Государство очень большое делает ставку на замещение производства зерна, очень большое количество разных программ, дотаций и так далее. Сейчас любой бизнесмен, который, например, решает идти в сельское хозяйство, особенно все, что касается импортозамещения, потому что в Казахстане 70% яблок в Казахстан импортируются из других стран, соответственно, это создает потенциал для развития этого местного бизнеса. Это имеет хороший потенциал, но это достаточно масштабный сегмент рынка, то есть земледельчество или взращивание каких-то культур. То есть, например, это сегмент, имеющий локальный потенциал. Все, что касается интернета, по-прежнему и несет потенциал, потому что интернет, в принципе, это не бизнес как таковой, это канал продвижения компании. Но любой интернет-ориентированный бизнес имеет потенциал, потому что все большее и большее количество, активность людей в интернете, она продолжает расти. Поэтому, соответственно, все, что касается, так называемого, e-commerce, различных интернет-магазинов или интернет-сервисов в тех сферах, где еще нет насыщения, потому что есть сферы, где уже произошло некое насыщение, например, там, ну, сфера продажи одежды через интернет, она уже постепенно насыщается. Ну, например, есть масса узких сегментов, где можно запускать продажи через интернет, и пока еще они свободны. Соответственно, нужно искать эти ниши, и в них можно работать, потому что такой бизнес не требует вложений в помещения, в больших инвестициях. Ну, как бы, понятно, нужен офис, нужна какая-то логистика, но он менее капиталоемкий, чем такой... Что касается онлайн-магазинов, я точно могу сказать, что на данный момент они пока не пользуются спросом в нашей стране. Я даже знаю несколько онлайн-магазинов, которые благополучно открылись, благополучно закрылись. У нас народ предпочитает все-таки ходить еще пока в магазины, выбирать, щупать и как-то вот так покупать вещи. Ну, здесь очень важно смотреть на другие страны, на другие рынки, потому что так или иначе глобально в мире тенденция смещения потреб... Вот так называемая уберизация экономики, говорят, да, то есть как вот Uber стал своего рода конкурентным продуктом по сравнению с службами такси. Uber начали пользоваться, да, то, соответственно, вот эта уберизация экономики, она происходит. Все постепенно, так или иначе, тренд онлайн идет. И, соответственно, тот факт, что сейчас еще это не является популярным, как раз это является возможностью. Потому что, когда все начнут пользоваться интернет-магазинами, станет уже поздно. То есть, ну, это так же, как если мы говорим, например, про салоны красоты и рестораны. Вот изначально же тема, которую мы подняли, да, что рестораны и салоны красоты перенасыщены, наверное. Но ими все пользуются. Вот тогда, когда уже все пользуются, уже поздно. Поэтому нужно ловить момент, когда тренд только начинается. И тогда есть возможность, как говорится, сесть в поезд на ранней станции и успеть доехать подальше. Сейчас Кирилл Куницкий, получается, рекомендует заняться либо онлайн-бизнесом, либо сельским хозяйством. Это две возможности сферы. Существуют и другие ниши. Это просто то, что пришло в голову первым. Ну, это самое популярное. Ну, то, что пришло в голову первым из возможных порядков. И опять-таки вы рекомендуете, если я, например, хочу заниматься сельским бизнесом, к примеру, я, да, то я должна где-то полгода потратить на то, чтобы пообщаться с фермерами, походить, вот, значит, по крестьянским хозяйствам, понять, как это все делается, взять участок земли и начать, так сказать, что-то там выращивать. Абсолютно. Но первый шаг – это разобраться. Первый шаг – это разобраться в сфере. То есть проанализировать структуру импорта, посмотреть на текущую структуру, посмотреть статистику. Понять, кому я это буду продавать. Абсолютно, да. То есть пообщаться с игроками рынка. То есть всегда любой, заход на любой рынок, если я в этом рынке раньше не был, начинается с глубокого изучения. И тут даже полгода может быть мало, на самом деле. Это может потребоваться даже больше времени, если нет предыдущего опыта. Хорошо. Если я год буду изучать все о баклажанах, как их выращивать, да, может быть, я даже какой-то придумаю, я не знаю, там определенный размер, да, сорт там, именно баклажан, адзинары, саджан. Потом проведу очень большую маркетинговую работу. Есть шансы, что вся страна будет покупать баклажаны именно адзинары, саджаны? Дело в том, что это же не тот рынок, где мы развиваем бренд. Хотя, в принципе, это тоже может быть хорошая идея на рынке сельского хозяйства развить, например, даже свой бренд продукции. Но чаще всего это рынок, где мы работаем в непрямом канале продвижения. То есть бывают прямые каналы продвижения. Например, ресторан работает в прямом канале продвижения. То есть есть мой продукт, ресторан, и я продаю свои услуги напрямую конечному потребителю. Когда мы работаем в сельском хозяйстве, то от производителя до конечного потребителя Есть определенная цепочка, да, то есть есть оптовые компании, оптовые трейдеры, есть, возможно, розничные магазины и так далее. Соответственно, мы не будем, то есть мы не будем продавать свой продукт конечному потребителю. Хотя, тем не менее, здесь тоже есть место брендам, например, да, есть, ну, к примеру, есть такое, ну, если уже затронули тему сельского хозяйства, да, есть яблоко фуджи, например, да, это очень редкий сорт яблок, которое выращивается исключительно в Италии и за редким исключением в небольшом количестве стран. Оно, это, яблоко фуджи, это бренд, да, соответственно, оно, как его называют, королем яблок, да, соответственно, если, например, вы займетесь и вырастите яблоко фуджи, которое уже имеет популярность, ну, а это требует чего, например, на вашем месте, да, как бы, если, ну, гипотетически вы говорите, хочу заняться сельским хозяйством, какая технология? Понять, что будет брендом, что будет конкурентной стратегией. Яблоко фуджи, окей. Кто его сейчас производит? Его производят итальянцы и производят там ряд компаний, например, я знаю, там в Украине есть там компания, которая занимается производством подобных яблок. Соответственно, нужно самостоятельно пытаться вырастить яблоко фуджи в Казахстане, уйдет 15 лет, да, и нужно ученую степень по сельскому хозяйству получить. Поэтому проще привлечь специалистов, которые уже это делают, например, из-за рубежа, договориться с ними. Они приедут сюда, возьмут пробы земли, соответственно, посмотрят и все скажут, да, здесь мы это вырастим. Соответственно, если мы видим, что в структуре импорта есть большая доля этого яблока фуджи, его уже потребляют, да, просто оно дорогое, импортное и так далее. Соответственно, мы запускаем местное производство и автоматически мы занимаемся им импортозамещением. Мы приходим в дальнейшем к тем же компаниям, которые потребляют этот же сорт яблок и говорим, ребята, вы покупали импортное? Покупайте отечественное. То же самое вкусное, сладкое, оно же по тем же технологиям выращено. Ну, вот, ну, как пример, да, как вот действия, которые могут быть. Но, естественно, что если это будет яблоко от Динары Саджан, то потребуется еще большое количество вливаний в рекламу для того, чтобы его продвинуть. То есть, потому что, как бы, потребители его не знают. И плюс сам продукт должен быть действительно классным, да, поэтому лучше всегда опираться на уже продукт, имеющий уже бренд. Но вообще мне кажется, что любой классный продукт рано или поздно вообще не нуждается ни в какой рекламе. То есть, если его начинают употреблять там большое количество людей, и здесь, мне кажется, работает уже и сарафанное радио, да. Вообще, если создать идеальный продукт, в принципе, можно даже сильно не затрачиваться на маркетинг. Ну, здесь логика такая, что в каждом есть такой, так называемый, в маркетинге есть такое понятие, закон распределения инноваций называется. То есть, когда возникает новый продукт, даже самый классный, айфон, например. Ну, айфон сейчас, например, на данный момент там это продукт, который там не требует рекламы. Все понимают, что айфон это хороший телефон. Но когда-то, когда он только появился, да, требовалось какое-то время для того, чтобы этот продукт занял свой рынок. Это закон распределения инноваций. И по статистике, где-то от 13 до 18 людей, да, процентов на рынке, от 13 до 18 процентов на рынке являются, так называемыми, ранними новаторами. То есть, те люди, ну, например, если появляется любой новый продукт, которого раньше не было, баклажана, динары, саджан, например, да, или там яблоко, фуджи, или еще что, или там айфон. Соответственно, люди все относятся с настороженно. Они не пойдут сразу его покупать. То есть, большинство людей консервативные. Они живут в своих привычках, они движутся по инерции. И есть небольшая доля людей, которые любят новинки, да, которые... Вроде тот же самый айфон. Он не нуждается в рекламе, но каждый год, когда появляется новый айфон, например, айфон 7, вот я где была за рубежом, везде видела рекламу, да, то есть на билбордах черный айфон. И, то есть там, в принципе, даже если бы я не увидела этот билборд, я бы все равно его тоже купила. Потому что продукт, имеющий сильный бренд, уже развитый бренд, он имеет большое количество адвокатов бренда. И адвокаты бренда, это как большой социальный интернет. То есть они разносят информацию. Если человек является приверженцем бренда, например, человек является фанатом, например, марки Mercedes, и Mercedes выпускает новую новинку, моментально из уст в уста информация расходится. А ты слышал, что Mercedes запустил новую модель. Но уже компания имеет большое количество адвокатов бренда. Это значит бренд устойчив, он развит. Соответственно, в этом случае, когда бренд уже имеет позицию, это достигается просто. Но вот то, о чем я говорю, это речь идет о том, что если продукт только новый, например, бренд неизвестен. Мы запустили, придумали, не знаю, новый, вот, например, вот мы там говорим посуда, да, вот запустил. Есть такой бренд, Eva Solo называется. Это бренд, инновационный бренд, по-моему, датский, если не ошибаюсь, который, он настолько инновационный, они производят посуду очень инновационную, технологичную, которая, там, даже в Нью-Йоркском музее современного искусства выставляется, очень известный. Но вот он пока мало популярен. Вот сказать, что там все зрители слышали о продукте, о таком, как Eva Solo, например, да, ну, мало кто, наверное, слышал, да. Хотя это очень, это супер технологично, это очень удобно, это очень инновационно, красиво, в конце концов. Значит, это недоработка маркетологов. Возможно, да. Да, то есть, это здесь я, сложно, то есть, например, тут надо понимать. А может быть, еще нужно понимать, что, ну, не всем нужна инновационная посуда, а телефон нужен всем. Вот это, опять-таки, вопрос маркетологов. Клиент не знает, нужно это ему или нет. Маркетологи ему говорят. То есть, клиенты вообще не знают, что им нужно. Конечно, если, взять пример, Red Bull. Red Bull. Вот спросить клиента 20 лет назад, нужен ли тебе Red Bull, да, и что клиент скажет? Да, мне очень не хватает, я прямо мучаюсь, мучаюсь, мне нужен какой-то энергетик, понимаете? Ну, нет, то есть, такого не было. Но, фактически, маркетологи Red Bull сказали, так, все, мы решаем, что клиентам нужен Red Bull. И массовые рекламные кампании, они же делали подмену понятий, они же фактически, что такое Red Bull? Red Bull, но если посмотреть правде в глаза, кто потребляет Red Bull, основная целевая аудитория, это дальнобойщики, ну, там, водители, которые, и тусовщики, которые, не знаю, там, в ночных... Телевизионщики. А, может быть, телевизионщики, да. Ну, то есть, любые люди, которые подолгу, подолгу... Которые работают по ночам. Которые работают по ночам, окей. Но по факту сказать, что это здоровый продукт, ну, нет, правильно? То есть, это продукт, который не самый здоровый, он, там, может сказать, он приносит вред определенный организму. При этом, с чем ассоциируется Red Bull в рекламе? Спорт, динамика, драйв и так далее. То есть, они берут, они замыливают глаза, то есть, они делают подмену понятий в сознании потребителя, чтобы продвигать свой продукт. Я вот слышала, что, я помню, мне один врач сказал, что выпить бутылочку Red Bull, это равносильно тому, что на тебя просто падает сверху, с третьего этажа, мешок картошки и такая встряска для твоего организма. Я это помню, но когда у меня ночные съемки, я прошу привезти мне Red Bull, потому что я понимаю, что мне нужно как-то взбодриться. Вот работа маркетологов. В 90-х годах, я помню, моя мама привезла, я тогда жила в Жизузгане, привезла из Москвы сникерс. И я помню, что она привезла целый блок, и я его с собой брала в школу, мы его кушали с моим младшим братом, и это было такое удовольствие. И до сих пор, прошло уже 20 лет, я до сих пор люблю сникерс, и не изменился ни вкус, и он также популярен. Вот как создать такой продукт, который будет популярен на протяжении многих лет, и он будет также интересен разным поколениям? Ну, надо понимать, что просто сникерс это частный случай, потому что что такое сникерс? Это батончик, который помимо того, что он сладкий и так далее, он напичкан различного рода усилителями вкуса. И почему мы такие вещи, всякие снеки и так далее, они людям потребляются? Потому что это, ну, если дать человеку, например, там, середины 50-х годов прошлого века, например, ну, многие из сегодняшних каких-то снеков, из сегодняшней продукции, которые человек потребляет, то в 50-х годах он попробует, он скажет, ну, это как вот был какой-то фильм, там, где туземцам, этот, Арбинзон Крузов, туземцам давал там Кока-Колу, да, ну, там, комедийность. И туземцы для них это был просто шок, да, Кока-Кола, хотя для нас это, ну, понятный напиток. Соответственно, это напиток, точнее, сникерс, батончик, который качественно выделяется среди привычной массы. Потом первый шаг, нужно качественно выделиться, то есть на уровне вкуса, на уровне качества, как айфон выделился среди телефонов. То есть первый шаг, нужно удивить своего покупателя чем-либо, то есть, а это значит превысить ожидания, значит дать больше, то есть то, что человек не ожидает. Дальше, следующий шаг, это огромные усилия по поддержанию лояльности, то есть почему, что, каким образом сникерс завоевал внимание, например, если вы вспомните, сколько раз с тех пор, как вы впервые попробовали сникерс, сникерс прокоммуницировал с вами в рекламе, то это будут сотни точек контакта. Это огромное, они, причем, порой их не замечаешь даже, порой даже едешь в сникерс, в телевизионной рекламе сникерса, но это сникерс, он везде. И чем больше точек контакта происходит, при условии, что продукт качественный, он нравится, соответственно, автоматически это вызывает этот эффект зомбирования. То, что делает Coca-Cola, то, что делает Red Bull, то есть многошаговые точки контакта. То есть если не останавливаться, продолжать работать, все время распространять свой продукт, знакомить, тратить очень много денег на рекламу, то твой продукт будет при любом раскладе популярен? Если правильно, если правильно коммуницировать с целевой аудиторией, то да, продукт будет сохранять при условии, что это называется медиадавление. То есть как бы мы, у нас есть продукт. Меня вообще никто не давит, я просто сама молча иду и покупаю его. Это вы так думаете, это вы так думаете. Это называется автопилот, в маркетинге это называется автопилот. То, что программируют маркетологи своим рекламным взаимодействием, они программируют автопилот потребителя. То есть когда человек приходит, любой человек, потребляющий Кока-Колу, он приходит в магазин, говорит, дайте, у вас Кока-Кола есть? Ему говорят, нет, есть только Пепси. Нет, извините, мне Кока-Кола нужна. Что, большая разница? То есть как бы Кока-Кола и Пепси, да? Но нет, он хочет именно Кока-Колу. Почему автопилот? Он запрограммирован на этот продукт. Соответственно, это то же самое, любой стиральный порошок в Фросе. А в Фросе нету, а есть... А я люблю Ариэль. Ну, например. Ариэль. И летает. Маркетологи делают свою работу хорошо. Ну, мы все, получается, жертвы рекламы. Естественно, естественно. Но это же ужасно. Ну, как говорится, благодаря этому... Благодаря этому мы живем. Да, что делает реклама? Реклама, рассказывая, она формирует наш лайфстайл. То есть если посмотреть наш образ жизни, мы же живем в обществе безумного потребления. И реклама, фактически, что делает реклама? Реклама формирует наш образ жизни. Мы, наш образ жизни текущего, он во многом сформирован под действием рекламы. Реклама нам говорит, на каких машинах ездить, какими телефоны пользуются, какую одежду покупать, чем и стирать эту одежду и так далее. То есть это все, это все реклама, воздействие рекламы. Поэтому мы, да, мы жертвы рекламы. Это факт. Мы добровольные жертвы рекламы. И, в принципе, когда я иду в магазин, я тоже выбираю, да, между Тайдом, Ариэлем или там еще каким-нибудь порошком. Я, конечно же, вспоминаю, да, что там вроде было в рекламе Тайда, что было в рекламе Ариэля. И, естественно, я опираюсь на рекламу. И незнакомый продукт я не беру, потому что незнакомый продукт мне кажется, ну, неродным. То есть, в принципе, как потребитель я, может быть, даже и благодарна рекламе, да. Но мы же сейчас говорим с точки зрения бизнеса, да. Когда ты заходишь на рынок с новым порошком, как конкурировать с Тайдом и Ариэлем? И первый шаг превысить своим, то есть, это то, что называется в маркетинге дифференциация. То есть, нужно определить те фишки, благодаря которым мы превысим ожидание клиента. То есть, нам нужно дать, это может быть желательно, чтобы это было сделано на уровне самого продукта, действительно. То есть, например, все продукты, например, обычные стиральные порошки, а наш продукт, после него не надо, например, гладить одежду. Вот он с какими-то компонентами, которые размягчают, и одежда вот повесил. Ну, какие-то в Америке какие-то технологии такие активно применяют, соответственно, повесил. И буквально там прошел с утюгом минимально. Например, да. Эффект отсутствия потребности в глажке. Это дифференциация. Мы выделились. Дальше нужно дать правильно уже рекламное сообщение. То есть, есть две части. Есть работа с продуктом, и есть работа с продвижением продукта. Нужно выделиться и на уровне продукта. И дальше нужно выстроить правильную коммуникацию. Как пример есть с пивом такой очень характерный, когда какой, я не помню точно какой бренд пива, запустил рекламу про то, что наше пиво, горлышко нашей бутылки с пивной обрабатывается паром. И таким образом мы дезинфицируем вашу бутылку, вы пьете и не заражаетесь никакими бактериями. И они это донесли в рекламе массово. И народ сказал, ух ты, это круто, это какое отличие. Это ж теперь, а то мало ли, там еще заражусь чем-то, буду пить пиво из бутылки. Пойду, пойду, куплю у этих ребят. Но что они сделали? На самом деле это был просто рекламный ход. Потому что все производители пива по своей технологии, по стандартам должны отпаривать. А эти просто об этом заявили, сказали. И в итоге потребитель сказал, о, классно и пошел. Но это трюк, это где-то даже хитрость была. Но в идеале, чтобы сам продукт действительно отличался. Вот в этом основная суть. В итоге вот уже второе интервью. Мы приходим снова к одному и тому же, что очень важно делать, наверное, какой-то совершенный идеальный продукт. Обещать и выполнять, да, обещания. И обязательно очень много тратить на рекламу. Вот вопрос много тратить, как раз вот это я бы не считал его обязательным. То есть конкурентный продукт, да, основа. И каждый бизнесмен, каждый собственник бизнеса должен сам себе задать вопрос. Лучший является ли мой продукт лучшим предложением на рынке? Не с моей точки зрения, потому что я, понятно, что все любят свой продукт, конечно, все хвалят. А с позиции рынка. То есть насколько ставим себя на место потребителя, лучше ли наше предложение. И это первый шаг. И если нет, начинать работать над тем, чтобы создать конкурентное отличие. Дальше вопрос продвижения. Сейчас как раз с помощью современных инструментов, в том числе интернет-маркетинга, мы можем сделать продвижение намного менее, скажем так, более низко бюджетным. То есть мы можем продвигаться с низкими бюджетами. Это абсолютно реально. И мне кажется, сейчас традиционные методы рекламы уже не работают. То есть билборды, реклама на телевидении, реклама на радио. Вот эти такие старые методы уже, по-моему, менее действенные. Они где-то действенные. Действительно, потому что по-прежнему они действенны ровно до тех пор, пока, например, человек смотрит телевизор. Пока люди смотрят телевизор, телереклама будет действительно. Но, если посмотреть сейчас, проанализировать психологию поведения потребителя, что происходит. Человек смотрит телевизор, он смотрит свою передачу. Раз, пошел рекламный блог, куда идет человек, достает свой телефон и смотрит там в Фейсбуке, в Инстаграме, начинает. То есть он уже не смотрит. Он, к краям уха, он еще слышит, конечно, ему там Coca-Cola, Tide, Ariel, его будет продолжать зомбировать. Где-то на него она воздействует. Поэтому сказать, что она абсолютно не действует, нельзя. Но это все-таки точка контакта. Но все-таки интернет-маркетинг, реклама. Если он в ленте увидел какой-то бренд, он пошел его смотреть, у него есть рекламный блог. Соответственно, это позволяет получить фактически этого клиента на тот момент, когда он смотрит эту рекламу. Поэтому телереклама работает, но она дорогая. Все-таки надо отдать должное, она дорогая. И не каждый себе может позволить. Поэтому она, ну, она по-прежнему действует на билборды. Они работают, там, любая наружка, она работает при условии, что был послан правильный месседж. Потому что если это просто лучший, там, не знаю, лучший ресторан в городе, приходи к нам, да, ну, как бы, оно может не сработать. Например, есть пример московского ресторана, который, ну, просто как пример, как, как, пример яркой рекламы. Они написали, у нас лучшая кухня, лучший сервис, лучшие, там, повара. А еще у нас есть енот. И здоровенный енот на этом. И это просто было такое, как бы, привлечение внимания, да. То есть, как бы, люди ездили, что за енот, да. И пошел, и пошел сарафанная, и они этот город обклеили этим енотом, и пошло сарафанное радио. А что это за енот? И люди начали приходить к ним в ресторан. А у них действительно, у них один официант ходил в костюме енота. То есть, они, получается, они обслуживали, и один официант ходил, обслуживал в костюме енота. Это был фан, но ресторан более молодежный, поэтому целевая аудитория, понятно, что это не премиальный ресторан, что люди, там, вечером, там, с девушкой пришли, тут енот пришел обслуживать. Но это, но, тем не менее, на свою целевую аудиторию это подействовало. И, как бы, и люди потянулись, люди стали, там, шутить с этим енотом, фотографироваться с этим енотом. Пошел бум в социальных сетях, фото с енотом, соответственно. Вот пример, да, как бы, за счет какого-то мелочи. Фишка. Фишка, да. Должна быть фишка и идея. И завершая вот наше второе интервью, спасибо, Кирилл, что дали новые идеи, новые мысли. И еще раз, вот резюмируя сегодняшнюю встречу, я поняла, что тот продукт, который ты делаешь для рынка, да, неважно, это ресторан, отель, я не знаю, там, завод, да, который производит сотовые телефоны или еще что-то. Самое главное, мне кажется, ты должен сам любить то, что ты делаешь и любить свой продукт. Потому что чаще всего люди занимаются разными видами бизнеса, не успевают, может быть, не до конца любят, не понимают, что они делают. И поэтому, мне кажется, вот что-то не получается. Это, с этим абсолютно согласен, потому что только тогда, когда собственник бизнеса или, там, руководитель компании вкладывает душу в то, что он делает. И он делает это не потому, что у него цель заработать денег любой ценой все равно как, да, а он это делает, потому что он хочет действительно, он делает это с любовью. Он вкладывает душу и хочет удовлетворить клиента, тогда, конечно, это будет намного более качественный продукт. Но важно не забывать анализировать своих конкурентов и следить за тем, чтобы выделяться. То есть я бы сказал, раз в полгода сплошной анализ конкурентов нужно делать, это важно. То есть собрать всех конкурентов за один стол? Нет, нет, достаточно, достаточно. Мы все можем, мы же все видим рынок, мы можем, если мы говорим о ресторанах, пройтись по ресторанам. Составить, взять табличку, взять ключевые критерии анализа, например, кухня, сервис, как встречают гостей, скорость реакции официанта. То есть составить, это называется, бенчмаркинг, маркинг, составить критерии анализа, табличка. И, ну, это не обязательно делать собственнику, это может сделать, там, маркетолог, человек. Аналитик провел, прошел, поставил галочки, посмотрел, по каким параметрам наши конкуренты нас обгоняют. И, возможно, какие-то другие фишки. И добавлять их себе. Всегда, всегда быть, не отставать от конкурентов и быть лучше. Вот в этом основной секрет успеха. И любить свой бизнес, естественно, любить свое дело. Любите свое дело, делайте свой продукт лучшим. И обязательно посетите семинар Кирилла Куницкого по систематизации бизнеса. Потому что это очень и очень важно. Совершенно верно. Приходите, друзья, буду рад вас видеть. А еще можно пройти онлайн-курсы. Да, и у нас есть такой формат онлайн-обучение трехмесячное, где мы помогаем внедрить все эти инструменты на практике.